Пурим В переводе, опубликованном на сайте vaikra.com, на еврейском, таком популярном сайте образовательном, традиционного иудаизма, где очень много полезного, считаю, тоже для, не только для евреев, но и для христиан, не только для иудеев, но и для верующих разной конфессии, динаминации. И было написано, во дни Ахашвейроша, этот Ахашвейрош, он царствовал от Оду до Идокуша, над 127 областями, в то время, когда царь Ахашвейрош воссел на царский престол свой, что в крепости Шушан. В третий год царствования своего устроил он пир для всех сановников своих и рабов придворных своих, начальников войска Параса и Мадая, для знатных и правителей областей, что явились к нему, показывая богатство славного царства своего и блеск великолепия, и величие своего в течение многих дней, 180 дней. И по истечении этих дней устроил царь для всего народа, что был в крепости Шушан, от Мала до Велика, семидневный пир на садовом дворе царского дворца. Занавеси из белой ткани, хлопка и синеты закреплены были белыми льняными и пурпурными шнурами на серебряных прутьях и на мраморных колоннах. Золотые и серебряные ложа стояли на полу из красного, синего, белого и черного мрамора. Напитки подавались в золотых сосудах и в посудинах разной формы, и вина царского было вдоволь с царской щедростью. И питье шло чинно, никто не принуждал, потому что так приказал царь всем управляющим дома своего, чтобы поступали они по воле каждого. И царица Вашти также устроила пир для женщин в царском доме царя Ахайшвироша. На седьмой день, когда хорошо стало на сердце у царя от вина, приказал он Меуману, Бизте, Харвоне, Бигте, Авакте, Зайтару, Каркасу. Вот такие имена. Семерым евнухам, состоявшим на службе у царя Ахайшвироша, привести пред лицо царя царицу Вашти в царской короне, чтобы показать народам и сановникам красоту ее, так как была она хороша собой. Но не захотела царица Вашти прийти по повелению царя данному через евнухов. И весьма разгневался царь, и возгорелась в нем ярость его. Да, вот, такое было пир на весь мир, как говорится. 180 дней, шутка ли? Друзья, для знатных сановников своих царь действительно сделал пир на весь мир, чтобы показать, кто хозяин в этой стране. Ну, это были 127 стран даже, 127 стран. Это как Соединенные Штаты Америки. А это были Соединенные Государства в одно государство, и Ахайшвирош, или в Русской Синодальной Библии он называется Артаксеркс, он являлся королем над всеми ними, царем. Вот, и прибрал он к себе всех этих сановников, и не выпускал их 180 дней. Представляете? Вот это была пирушка. А затем он приказал для всего честного народа в столице, в крепости, сделать тоже пир семидневный. Гораздо скромнее, конечно, чем было с сановниками, с этими знатными людьми. Но тоже, конечно, было, да, я представляю, до поросячьего визга, так грубо говоря. Почему? Потому что он приказал царицу Вашти в царской короне вывести. Вот, то есть, ну, в чем мать родила, как говорится, из одежды только, как вот говорят, один крестик, да, это из одежды одна корона только, и все. Вот, и царица не захотела выходить. В общем-то, Ахашвирош, этот Артасерс, он, ну, был просто конюхом, будем так говорить, незнатным человеком, и стал царем. Конечно, он умный, хитрый, и политик хороший, простой человек, так не сделал такую карьеру, конечно. Он стал царем, государь, но незнатного рода, и об этом он прекрасно помнил, и люди это все прекрасно знали. А царица Вашти, она как раз из знатного рода, она, помните, да, из истории, она никто иная, как внучка, значит, великого царя, вот так вот, так что она царского рода, на Волхадоносора, который храм рушил, помните, да, в Библии. Так вот, Вашти, это его внучка, никто иная. И поэтому, значит, Ахашвирош, он женился на Вашти, ну, чтобы поднять свое имя, как бы, да, и чтобы люди не роптали, что над ними простой конюх императором, чтобы показать, что он тоже теперь по своей жене, он тоже теперь царь настоящий, природный царь. Но затем, вот, коса на камень нашла. Видимо, вот это противостояние мужа и жены, несмотря на брак, они были в браке, связаны узами брака, но, видимо, там страсти между ними кипели нешуточные. Ну, с пьяну царь приказал вывести ее, как говорится, в чем мать родила, в одной короне. Вот, она отказалась. И сказал, написано дальше, с 13 стиха читаю, это все первая глава еще. Кстати, Мемухан, это есть, в общем-то, тот самый Аман. Обычно стучим, там, в трещотке, там, значит, там, кричим, этот нечестивый Аман. Ну, ладно, об этом попозже чуть. Здесь он просто Мемухан. Семеро сановников Параса и Мадая, которые могли лицезреть царя и сидели пред царем первыми в царстве. Как по закону поступить царице Вашти? За то, что не исполнила она повеление царя Ахашвейроша, переданного через Евнухов. Может, ей Евнухи не понравились, что через Евнухов. Может быть, если бы сановники пришли бы, может, она и вышла бы, я не знаю. Вряд ли она была такой скромницей, скромнягой. Но, вот, наверное, скорее всего из-за того, что я все-таки царица природная, а не просто там прилипала. Вот, и выскочка. Каковым она наверняка видела вот своего мужа, который с пьяно такое повелел. Ну, ладно. Что было, то было уже. И вот, читаем дальше. Очень поучительную историю эту. И сказал Мимухан пред царем и сановниками. Не только перед царем одним повинилась царя, царица Вашти. А перед всеми сановниками и перед всеми народами, что во всех областях царя Ахашвейроша. Потому что этот поступок царицы приведет к тому, что все жены перестанут уважать мужей своих. Говоря, царь Ахашвейрош повелел привезти царицу Вашти пред лицо свое, а она не пришла. А ныне жены сановников Параса и Мадая, которые слышали о поступках царицы, будут говорить тоже всем царским сановникам. И позора и ярости будет предостаточно. Если угодно будет царю, то пусть издаст он царское повеление. И да будет написано оно среди законов Параса и Мадая. И да не будет отменено. О том, чтобы Вашти не появлялась боли пребецом Ахашвейрошем. А царь передаст ее царский сан другой. Царский ее сан передаст другой. Которая лучше ее. Да. Ну, расшифровываю для нашего уха сегодняшнего. Просто одним словом, надо было ее казнить, убить. Что было понятнее. Что там замышлялось. Вот так вот. Значит, он не только пьяный дурак, но, как говорится, дурачился, но и трезвый тоже. Не лучше, конечно. Коснить жену. Ну, ладно. О времена он равые. И вот написано. А когда постановление царя, которое он издаст, будет доведено до слуха всего царства его, Как невелико оно, то все жены будут оказывать уважение мужьям своим. От знатного до простого. Представляете, вот этот самый нечестивец. Он видел уважение жен, уважение женщины через страх. Он понимал лишь такой путь, что можно лишь насилием, страхом достичь этого уважения. Конечно, ужасная история. Просто стыдная даже история такая. Но вот. В Библии очень много примеров очень страшных вещей. И вот ужасных вещей. И вот это один из таких примеров как раз. Все это понравилось, короче. Понравилось царю и всем. Написано в 22 стихе дальше. И разослал он письма во все царские области, в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его. О том, чтобы каждый муж был господином в доме своем. И чтобы говорил он на языке народа своего. Да. В общем-то, вот такой урок. Первая глава завершается таким образом. Ну, короче, казнили эту вашти. Царь оказался вдовцом. Сам себе сделал вдовцом. После этих событий написано, когда утих гнев царя Ахашвироша. Вспомнил он о вашти и о том, что она сделала, и о том, что было решено о ней. Ну, прошло время, пожалел, но уж не вернешь, голову уж не прикрутишь отрубленную там или что там сделали с ней по тем законам. И сказали отроки царя, прислуживающие ему. Пусть бы поискали для царя молодых девиц красивых видом. Ну, вот началось. Теперь ему нужна другая. И пусть бы назначил царь во всех областях царства своего распорядителей. И собрали бы они всех молодых девиц красивых видом в крепость Шушан, в женский дом, под надзор Эйге, царского евнуха. Стража жен, и пусть бы выдавали им нужные им притирания. И девица, которая понравится царю, пусть будет цариться вместо вашти. И понравилось это царю, и он так и сделал. В общем-то, конкурс красоты описывается. Да, дальше. Это первый в истории человечества такой конкурс красоты. И со всех 127 областей, получается, этих стран, от Индии до Эфиопии, огромная империя, самых красивых девушек. В общей сложности к царю были допущены примерно 1500 женщин, этих девушек, этих красивых. Самых красивых. Там 1400, по-моему. То есть, ну, в Библии не указывается, но есть исторические сведения определенные. Кстати, очень интересная тема. Но вот такой был Артаксеркс, этот Ахашвейрош, царь. Да. И дальше написано с пятого стиха. Продолжаю читать. «Был в крепости Шушан, ну, в столице, в этой Сузы, Шушан, один иудей по имени Мордахай. Кстати, Мордахей или Мордахай, он вообще здесь, в этой книге, впервые слово «иудей» встречается. О, спасибо тебе, Господь». Удивительное слово, буквально означающее именно «хвалящийся Богом», «восхваляющий Господа», «иуда», «иудей», «иудим». Вот «иудей» по имени Мордахай. Это положительный персонаж, это как раз тот, один из тех героев того времени, слава Богу. Выдающийся был человек, настоящий иудей, как Иисус сказал, помните, да, вот подлинно иудей, в котором нет лукавства. Вот такой был Мордахай. «Сын Яира, сына Шиме, сына Киша, из колена Бениаминова». Да, он был из колена Бениаминова. Написано дальше разъяснение. «Который был изгнан из Иерушалайма, то есть из Иерусалима по-русски, с пленниками, изгнанными вместе с Иехониа, царем иудейским, которого изгнал Невухаднецар, ну, Невухадоноср в русском произношении, царь Бавельский, Бавель, значит, Бавилонский по-нашему, тоже, да, ну, по-русски, по-русски, а так, по-нашему-то Бавельский, Бавельский». «И был он воспитателем Адассы». Адасса – вот это та героиня, как раз которой и эта книга и посвящена. Она же Эйстер. 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 Эйстер – это языческое имя. Это, конечно, не наше имя, не библейское, не еврейское имя, но языческое, поганское, как вот, украинское, поганское, но, одним словом, это оккультное имя, которое было очень популярно у девушек в то время. Вот, в честь, да, девушки, многим девочкам, девочкам давали, язычники, имена вот этой богини Астарты, в русском еще произношении звучит, да, Астарты, Аштаров, Ашера, Астарта, да. Ну, Богородица, Царица Небесная, больше мы знаем вот по этим ее наименованиям тогда. Это древний культ языческий, ничего общего не имеющий с истиной, конечно, но, кстати, в христианство этот культ перекочевал со временем. К сожалению, вот я на лекциях, в семинариях, в лекциях своих в этой школе, христианском, библейском, мировоззрении об этом говорил в эти дни тоже. Да, слава Богу. Вот, про Астарты читаем дальше. Адасса, она, Адасса, дочери дяди своего, она дочь была дяди Мардахая, то есть, она ему двоюродная сестра получается. Так как не было у нее ни отца, ни матери, а девица эта была красива станом и хороша видом, и по смерти отца ее и матери ее взял ее Мардахай себе в дочери. Вот такая практика тоже была. Он ее воспитывал как дочь, по сути. И было, когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собрано было множество девиц в крепость Шушан, под надзор Эйгая, взята была и Эстер, и в царский дом, под надзор Эйгая, стража жен. Там не написано, что она сама пошла на конкурс красоты. Вряд ли она сама пошла. Именно взяли ее. В общем-то, царский указ есть царский указ. Там особенно не церемонились, не спрашивали желания. Хотя, наверное, многие языческие девушки шли и, наоборот, даже с охотой шли. Вот, стать первой леди. Многие из них наверняка мечтали. Но не Эстер, нет. Адаса была взята именно. Написано. И там буквально в оригинальном тексте имеется в виду, что не по своей воле она была. Ее буквально там означает, как бы, приволокли ее. Вот, так что похитили, как бы, приволокли. Так, и дальше написано. И понравилось в девятом стихе ему, царю. Имеется в виду, это девица. И снискала она его расположение. И поспешил он доставить ей притирание ее. И выдать ей часть явств, предназначенных ей. И приставить к ней из царского дома семерых девиц, достойных ее. И перевел он ее, и девиц ее в лучшее помещение женского дома. То есть она сразу приглянулась царю. Не рассказывала Эстель о народе своем. Не о происхождении своем. Ну, умная девочка была. Она действительно, она поняла, что в том мире, этом, при любодейном игре, что там, как говорится, да, значит, если узнать, что она еще еврейка, то там просто заклюют ее просто. Там свои нравы придворные, при дворце. И она правильно поступила, она молчала. Иногда правильно промолчать надо. Знать, где что говорить, а где надо промолчать. Вот она, эта девушка, она очень хорошо еврейское знала, прекрасно, где надо промолчать. И в чем надо промолчать. Спасибо Богу за хорошие уроки. Вот, в одиннадцатом стихе написано, а, ну, в десятом еще. Не рассказывала Эстель о народе своем, ни о происхождении своем, потому что Мордехай велел ей, чтобы она не рассказывала. То есть, она была, видите, еще и послушной девушкой, да, послушной. И каждый день Мордехай прохаживался перед домом, двором женского дома, чтобы узнать о здоровье Эстель. И о том, что с ней делается. А когда наступила очередь каждой девице войти к царю Ахайшвейрошу, после того, как в течение двенадцати месяцев с нею делали все то, что предписано законом о таких женщинах. Ибо столько времени длились притирания их. Шесть месяцев мировым маслом и шесть месяцев благовониями и женскими притираниями. Вот, то есть, их притирали маслами, мировым маслом, притираниями. То есть, в начале мира, смирно, да, это для чего? Для покойников в основном, это использовалось-то всегда. То есть, оно убивало всякие запахи. То есть, каждую из этих девушек их натирали полгода, на протяжении полугода. Представляете, вот это было спа, как говорится. Всем спа, спа. Значит, и полгода притирали этим мирным маслом. Наверное, там, не знаю, этих девушек, наверное, уже тошнило от этого мира, от этого мирового масла этого, смирно этой. Потому что оно убивало всякий запах в ней, и каждый из них лишалось, на протяжении полгода лишалось своего запаха. А затем полгода притираниями другими, женскими. То есть, каждый из них потом полгода притиралось теми благовониями, которые нравились царю. То есть, получается, после вот такого года этого спа, каждый из них пахло уже не своим запахом природным, да, естественным. А не естественным для них, но нравящимся царю. То есть, то, что нравилось самому государю. Вот такие были обычаи, да. Ну, и, конечно, еще и чисто санитарные были тоже такие у них процедуры. В течение года смотрели, чтобы не проявляли, не проявятся ли какие-то там аллергии, заболевания, прочее. Вот, так что у них были свои там еще взгляды на это все. С 13 стиха дальше читаем. То вот, как входила девица к царю, все, что бы она ни попросила, давали ей, чтобы она могла прийти с этим из женского дома в дом царя. Ну, всякие украшения там, любые. Она могла попросить там целый ювелирный магазин, будем договорить. О, мне вон те кольца, те кольца, там браслеты, там, там, короче. Каждая из них могла что угодно попросить вообще. Колье всякие там. Вот, вечером входила она, то есть, вот, нарядившись во все это, она вечером входила к царю. А утром выходила в другой женский дом под надзор шаж газа. То есть, царь был, каждая из этих девушек, получается, ну да, полторы тысячи девушек перепортил. Вот тебе Ахаш Вейрош. Ну, цари часто блудят и, в общем-то, здесь, конечно, царь был, вот, языческий совершенно, при том, здесь и в божьем народе цари порой впадали в грехи, а здесь языческий царь, так он вообще в этом жил, как бы, не стесняясь совершенно. Вот так вот. И дальше написано дальше, что в другой дом их отправляли стража-наложниц. То есть, каждый из них, проходя вот через постель императора этого, да, становилась его наложницей. Но не факт, что она была женой. То есть, он с каждой из них спал, и они становились его наложницами теперь. Больше написано, не входила она к царю. Разве только, если бы царь пожелал ее, тогда она была бы позвана по имени. Вот так вот. И когда пришла очередь Эйстер, дочери Авихаила, дяди Мардыхая, который взял ее себе в дочери, идти к царю, то не просила она ничего. Вот так вот. Девушка была скромная, и ее приволокли туда, по сути, против ее воли. И она не просила ничего вообще. Пойду, как пойду. Кроме того, о чем сказал ей Эйгарий, царский евнух, страж, жен. О чем он сказал? Можем лишь догадываться. Возможно, там, в сокровищнице царской, было что-то, что, может, сильно не привлекало внимания других девушек, да. Но то, что, может, нравилось царю, не знаю. Но она, одним словом, что он посоветовал, то она и взяла. И понравился Эстер всем, видевшим ее. И взята была Эстер к царю Ахайшвейрошу в царский дом его в десятом месяце, то есть в месяце Тевете, на седьмом году его царствования. Представляете, сколько времени прошло? То есть, помните, да, с чего началась история вообще книги этой? Что в третий год царствования своего, значит, царь, он пир на весь мир устроил. Они пировали, пировали. Потом это пьяная история, значит, аморальная такая казнь с жены. То есть, царь был, ну, явно, ну, так, морально, не на высоте, конечно. Ну, затем, значит, он один оказался и хотел развлечься. Конкурс красоты, выбрать себе новую жену, новую куклу, как бы себе игрушку такую. Для него забава была, я так понимаю, больше. Но, но интересно, да, здесь описывается, когда это все происходило. Вот. В десятом месяце, то есть в месяц Тевете, в месяц Тевете, да, получается, да, на седьмом году его царствования, это все уже прошло. Написано, и полюбил царь Эйстер больше всех жен, и снискала она его расположение, и благосклонность боли всех девиц. И возложил он царский венец на голову ее, и сделал ее царицей вместо вашти. Вот такая история. И устроил царь большой пир для всех сановников своих и рабов, придворных своих. Пир в честь Эйстер, и облегчил налоги областям, и раздал дары с царской щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мордехай сидел у царских ворот, Эйстер все еще не рассказывала о происхождении своем и о народе своем, как велел ей Мордехай. А слово Мордехая Эйстер выполняла так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Аллилуйя. Да, вот такие уроки. В те дни, вот есть такой маленький эпизод, который в дальнейшем сыграет очень большую роль. В завершении второй главы описывается короткий эпизод, который очень и очень важен. В те дни, когда Мордехай сидел у царских ворот, Бектан и Тереш, два царских евнуха, И стражей входа, Озлились и замыслили наложить руку на царя Ахашвироша. Ну, царский двор есть царский двор. Это гадюшник, как правило. Там, где деньги, власть, Там редко кто умирает своей смертью вообще. Там всегда мы читаем, там даже из истории, Всегда что-то такое происходило. Вот, и вот здесь очередной заговор какой-то. И стало известно об этом Мордехаю. Ну, во дворцах и у стен бывает уши. Вот так вот. И сообщил он царице Аистер, Аистер рассказала царю от имени Мордехая. И расследовано было это дело, И обнаружено, что это так. И повесили тех обоих на дереве. И вписано было это на глазах у царя в книгу летописи. На глазах у царя вписано в книгу летописи. Это как бы очень хороший такой был жест. Ну, конечно, было бы лучше, если бы наградили бы. Но был божий замысел, божий промысел. Знаете, даже если ты сделал какое-то великое там дело, И тебя не наградили, Ни медалька, ничего. Зная, что все во благо. Бог обратит все во благо. И однажды будет воздаяние свыше от царя царей. Третья глава читаем. Книга из Сфири. После этих дней царь Ахашвирош возвеличил Амана. Мы обычно стучим, топаем, свистим, что это нечестивец. Сына Амдаты. Агагиянина. Помните того самого Агага дрожащего, да? Нечестивца того. И вознес его. Вот так вот. Видите, как бы несправедливость. Должен был праведника возвеличить царь. А вместо этого, вот этого нечестивца. Ну ладно. Как написано уже в Новом Завете. Помните, да? Что любящим Господа, призванным по его изволению, Все содействует ко благу. Так. И все служители... А, и вознес его, и положил ему место. Это выше всех тех сановников, которые были при нем. Вот так вот даже. И все служители царские, чтобы были у царских ворот, становились на колени и падали ниц перед Аманом. Ибо так повелел о нем царь. А Мардахай не становился на колени и не падал ниц. Да. Он не прогибался под изменчивый мир. Пусть лучше мир прогнется под нас. Вот такой был Мардахай. Настоящий иудей. Иудей, иуда, я напоминаю, иуда, да, иудим. Он поклоняется только лишь Господу, имеется в виду. Он только лишь Богу поклоняется. Мардахай первым в Библии был назван именно иудеем. Как Иисус говорил, да, подлинный иудей, в котором нет лукавства. Вот такой был Мардахай. И вот описано. И говорили Мардахаю, служители царские, чтобы были у царских ворот, зачем ты поступаешь, приступаешь к повелению царское. И было после того, как говорили они ему изо дня в день. То есть это не только что раз, два, три, изо дня в день написано. А он, настоящий иудей, да, не слушал их. То рассказали об этом Аману. Ну вот, тоже интрижки такие. Чтобы посмотреть, этим товарищам было интересно, кое на что посмотреть. На что? Устоит ли в слове своем Мардахай? Потому что он сказал им, что он иудей. Иудей, что он поклоняется Богу. Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи, сказал самый великий иудей во всей истории цивилизации нашей человеческой. Ишуа Машиах, Иисус Христос. Аллилуйя. Так, дальше читаем пятый стих. И увидел Аман, что Мардахай не становится на колени и не падает ниц. И преисполнился Аман ярости. И счел презренным для себя наложить руку на одного Мардахая, ибо рассказали ему, из какого народа Мардахай. И задумал Аман истребить народ Мардахая, всех иудеев во всем царстве Ахашвироша. Вот так вот, то есть, одним махом сразу весь народ, как было вот при Сталине, да, целые народы объявлялись врагами. Целые народы подвергались репрессиям. Это ужасно. Ну вот здесь Аман такой был, что весь народ сразу. Этот не понравился мне, он не поклоняется мне. Не только его, не только его дом, семью, там все, родственников его. Вообще весь народ его истребить вообще, с корнем вырвать. Представляете, вот эта злоба. Дальше, в седьмом стихе написано, в первый месяц, то есть, месяца, да, вот написано, то есть, месяца Ниссан, в двенадцатый год, уже, уже двенадцатый год царствования, царя Ахашвироша бросали пред Аманом Пур, то есть, жребий, изо дня в день и из месяца в месяц до двенадцатого месяца, он же месяц Адар. То есть, бросали жребий, в какой месяц, в какой день устроить Холокост. Окончательное решение еврейского вопроса, как сказали бы во времена Третьего Рейха. И сказал, написан дальше в восьмом стихе Аман, царя Азарю Ахашвирошу, Во всех областях царства твоего есть один народ, рассеянный среди народов и обособленный от них, и законы у них иные, чем у всех народов, а законов царя они не выполняют, и царю не стоит оставлять их жить в стране. Не угодно ли будет царю дать предписание уничтожить их? А я отвешу в руки служителей царя десять тысяч талантов серебра, чтобы внести в казну царскую. И снял царь перстень свой с руки своей, и отдал его Аману, сыну Амадаты, Ахагиянина, врагу иудеев. Вот так вот. И сказал царь Аману, серебро это отдано тебе, а также народ, чтобы ты поступил с ним, как тебе угодно. И призваны были песцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, я напоминаю, это был месяц Ниссан, пасхальный месяц, тринадцатый день, это что такое у нас? Как вот сегодня тринадцатый, ну было уже, уже закончилось, тринадцатое число месяца Адара. А тринадцатый Ниссан, что такое? Это как раз канун Песаха, да, Пасхи, канун Пасхи. Вот так вот. То есть перед самой Пасхой такая напасть на головы иудеев обрушилась. В тринадцатый день его и предписано все, как приказал Аман, сатрапом царским и начальником областей, что над каждой областью и сановником каждого народа, каждой области письменами ее, и каждому народу на языке его. Написано было это именем царя Ахашвейроша и скреплено печатью царя Перстня Царского. И разосланы были письма с гонцами во все области царские, чтобы истребить, убить и погубить. Помните, да, как Иисус говорил Иешуа, он сказал, что вор приходит только лишь для того, чтобы украсть, убить и погубить. Помните, да, в Евангелии от Иоанна уже написано в Новом Завете 10.10. А дальше он говорит, а я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Иисус, он говорит о настоящем пуримном перевороте. Действительно, враг, вот здесь Аман в этой истории, да, нечестивец этот, он как антисемит, как вот нечестивец, он по сути сосуд в руках дьявола. Дьявольский сосуд такой, сосуд, как в Песятнике говорят, да, допустим, протестанты. Вот, значит, именно его дьявол использовал в то время сатана, чтобы вот пытаться бороться с Богом, с его народом бороться. Вот так вот. Украсть, убить и погубить, да. Истребить, убить и погубить всех иудеев от отрока до старца. И детей, и женщин в один день, в тринадцатый день, двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, а имущество их разграбить. То есть, ну, получается, в Ниссане в первом месяце это было в тринадцатый день записано, разослано с гонцами, и на тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть ждать надо было год. Ай-яй-яй. Список с указа этого следует передать в каждую область как закон, объявленный всем народом, чтобы были они готовы к этому дню. Спешно отправились гонцы по слову царскому, и объявлен был указ этот в крепости Шушан. И царь с Аманом сели пить, а город Шушан был в смятении. Вот такая история. Я прочитал первых три главы, потом мы продолжим чтение. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу.